Друзья, сегодня видео я выстрою от 10 до 1 мужскую обувь, которая просто обязана быть у каждого в гардеробе. Итак, начнем с 10 места, это классические тряпичные кеды. Этой модели кед уже около 100 лет. У них очень простая история, они представляют собой очень практичный тип обуви. Это недорогая массовая обувь. Что интересно, они сначала изготавливали только один кед, то есть не было левого или правого. Это, конечно, прекратилось, когда кеды стали более популярными. Тогда стали делать различные стили. У меня в руке кеды с низким срезом. Их существует большое множество цветов и стилей, и это поистине обязательная обувь в гардеробе каждого мужчины. Те, кто присматривается к тенденциям моды, заметили, что белые кроссовки стали очень популярными в последние 10 лет. Потому что они привлекают внимание, выделяются на общем фоне. И парень, у которого такие кроссовки, должен изрядно за ними ухаживать, чтобы они были чистыми. Если же вы не хотите возиться с кроссовками, но все же хотите иметь у себя пару, тогда попробуйте взять себе черные кеды с черной подошвой. Таким кроссовкам не так страшны небольшие пятнышки и пыль. Ну и почему эти кеды попали в список? Потому что они очень взаимодополняемые. Конечно, их не наденешь со смокингом, но если вы рок-звезда, то можно надеть их спокойно и с костюмом. Но для многих из нас это будет очень практичная обувь на любой случай в жизни. На девятой позиции у нас военные ботинки. Эти у меня в руках не армейские ботинки. И я бы не рекомендовал армейские ботинки. Но те, кто служил, когда уходит на гражданку, то идут и покупают себе ботинки. Где же их себе купить? Ребята, есть сотни компаний, которые делают гражданскую обувь и взяли от армейских ботинок самое лучшее. Они используют лучшие материалы для подошвы и для верха. В итоге у вас могут появиться ботинки гораздо лучше и которые уже проверены временем. Что я имею в виду под этим? То, что производители всегда старались усовершенствовать свои модели ботинок в зависимости от потребностей своих клиентов. А это не только военные, но и люди других профессий. Итак, например, десантники-пожарные, которые прыгают с самолета в горячую точку. Им нужны были такие ботинки, которые бы могли справиться с грубой поверхностью, но и еще обладать крепким подъемом, чтобы держать ногу и сухожилие. Потому что, когда ты прыгаешь с самолета, тебе нужна здоровая лодыжка. Поэтому появились ботинки более высокие. Проблема таких ботинок, они громоздкие и их сложно комбинировать с одеждой. Такие ботинки не наденешь с костюмом или просто с пиджаком, но по-прежнему можно поэкспериментировать с различными стилями. Вот эти у меня они из оливковой замши. Так что это по-прежнему военные ботинки, но их дизайн просто нет слов. Далее у нас по списку ботинки-макосины. Их выделяет стиль носка. Как только вы их увидите, вы сразу сможете определить, что это. У них мягкая верхняя часть с дизайном, как у макосин. Как и военные ботинки, это очень кожуал стиль. Они не такие высокие, как военные ботинки. Но их дизайн и высота сделаны так, что они являются очень кожуал обувью. Еще одним модным трендом, который вы могли заметить, это контраст между подошвой и верхней частью. Для некоторых парней это может быть слишком броско. Но в любом случае, это отличный представитель ботинок. И почему я включил их в список, это из-за функциональности их подошвы. Не многие об этом задумываются, а вы вот обратите внимание, что у подошвы нет каблука. И у данного типа ботинок это основная фишка. А это дает отличное сцепление. Так что если вы ищите себе ботинки для зимы, присмотритесь к этим. Я думаю, что если их хорошенько начистить, то можно даже к ним надеть пиджак. Так что, друзья, это отличные ботинки, которые можно легко внедрить в свой гардероб. Далее в списке это пеннилоферы. Говоря о взаимодополнеемости, пеннилоферы трудно переплюнуть. Их можно надеть с костюмом, а можно надеть с джинсами и футболкой. Все сводится к расцветке и стилю, который вы выберете. Очень много вариаций верха. Черные будут более нарядными. Но можно выбрать и голубую замшу, или красную замшу. Светлые цвета сделают их более кэжуал, например, как вот эти бежевые. В любом случае, это очень широкопрофильные туфли. Далее у нас ботинки-чукки. Как и армейские ботинки, у них есть своя военная история. В 1940-х годах, когда британские солдаты оказались в Египте, они наняли несколько дизайнеров, чтобы те сделали очень простые и удобные ботинки. Почему эти ботинки в моем списке? Да потому что они могут быть как нарядными, так и более повседневными. Они хорошо подойдут для большинства различных ситуаций. Например, черные кожаные я могу надеть с кэжуал костюмом. Ну а можно выбрать синюю замшу, которые будут шикарно смотреться с темными джинсами. Эти ботинки просто великолепны. Все зависит от вашей креативности, как вы будете их носить. Далее в списке у нас идут двойные монки. Думаю, многие из вас знают, что это мой любимый стиль обуви. Как и лоферы, их легко надеть и снять. Кто-то из вас скажет, что за последнюю декаду они стали очень популярны, но я на самом деле редко встречу человека, только если это не моя вечеринка, чтобы у кого-то были двойные монки. Эти стильные туфли можно легко надеть с костюмом. Ну а можно выбрать что-то попроще и надеть их с темными джинсами и рубашкой, и у вас безупречный вид. Вернемся к ботинкам и рассмотрим ботинки Челси. Что мне в них нравится, это их утонченный гладкий дизайн. Такие ботинки можно спокойно надеть в плохую погоду с костюмом. Но что мне по-настоящему в них нравится, так это то, что они просто залетают на ногу и их легко снимать. Поэтому я их так высоко поставил в списке. Да, если вы возьмете себе светлую или серую замшу, как вот эти, например, тогда я думаю, их можно надеть и с чем-то попроще. Но в то же время их можно надеть и с кэжелл костюмом. Не думаю, что такая обувь подошла бы к бизнес-костюму. Но выбрав подходящий стиль для ботинок Челси, можно добиться многого. Вернемся к кроссовкам, а именно кожаным кроссовкам. За последнее время появилось много компаний, которые предлагают свои версии кожаных кроссовок. Я считаю, что они даже уже стали классической частью мужского гардероба, если речь идет о кэжуал стиле. Вот такие белые, конечно, будут выделяться, главное, чтобы они были чистыми. Ну а если это не ваша тема, тогда вот такие черные замшевые подойдут. На них не видно пятен. Если хотите что-то более яркое, то существует множество цветовых стилей. Господа, на втором месте у нас, возможно, вы даже и не думали, что эта кэжуал обувь находится туфли Брогги. Брогги идут в большом количестве стилей и вариаций. Но самая главная их особенность, и вообще, когда говорят Брогги, то имеют в виду вот эти отверстия в коже. Возвращаясь к истории этих туфель, такие туфли мужчины носили, когда ходили по болоту. Идея в том, что вода, которая попадала в них, выходила через отверстия. У многих военных ботинок такие тоже есть. Поэтому мне нравятся эти туфли. У них богатая история. Вот этот узор называется крылья. Они существуют различных стилей. Но в целом, вот эти узоры и делают данную обувь более кэжуал. Будь они открытой или закрытой шнуровки, это по-прежнему будет кэжуал обувь. Именно поэтому многие ребята предпочитают носить их с кэжуал костюмом. Или просто с пиджаком и брюками. А может даже и с блейзером. Наверное, я их оценил так высоко по той причине, что любой мужчина может просто выбросить свои беговые кроссовки и заменить их на пару вот таких вот красивеньких Брогов. Вот эти туфли я надевал на бесконечное количество мероприятий. Я в них ходил по 16 часов в день. Так что я их оценил так высоко, потому что они удобные, они практичные. И если бы все мужчины начали носить такие туфли, то это прокачало бы их стиль моментально. Итак, на первом месте, господа, самая разнообразная обувь в мужском гардеробе это сланцы. Вы можете надеть их с костюмом, а также можете просто с джинсами. Нет, я шучу. Сланцы это точно не номер один. Давайте теперь действительно узнаем, что на первом месте. Итак, на первом месте у нас современные ботинки на шнуровке. Для меня этот тип ботинок идет по дефолту уже многие годы. Когда я себя спрашиваю, почему, то все очень просто. Мне просто нравится их силуэт и в целом их внешний вид. Классический дизайн существует с 40-х годов. Многие компании так и используют этот дизайн. Очень многие военные ботинки выглядят как эти. Но эти ботинки более нарядные, потому что у них более качественные материалы. Разная система шнуровки. Ну и в целом это очень стильные ботинки. Даже не знаю, как сказать. Просто они вызывают это чувство, что они более нарядные. Я живу в той части мира, где у нас есть все 4 сезона. У нас есть снежная зима, полноценная осень и весна, где есть много грязи и луж. Так что я хочу иметь такую обувь, которую я смогу надеть и пройти через все эти препятствия и не волноваться. Так что для меня эти ботинки это основная обувь, которую я надеваю снова и снова. Как бы я не настаивал на том, чтобы вы не носили эти ботинки с костюмом, но конечно вы можете так сделать, если наденете более темные ботинки. Ну точно можно надеть их с пиджаком и темными джинсами. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.